13 триллионов фондов различного благосостояния, 45 триллионов золотовалютного резерва и сейчас еще включили печатный станок. Вы куда планируете-то? Это у нас что, в 60, я посчитал, в 60 раз беда еще хуже планируется, что ли, что вы сейчас экономите эти средства? Это к чему же вы готовите страну? Скажите вас, а зачем нам тогда вот это дерьмовое государство, которое не может больницы построить за свой счет? Да, дорогие товарищи и госпограждане Единой России, я хотел бы сказать, что у нас, как обычно, хотим как лучше, получается, как всегда. Мы строим вроде бы нужный действительно современный объект, но при этом без изменения норматива это приведет к тому, что у нас в районах койки сократятся, что у нас врачей мы вынуждены будем переводить из районов, из других больниц. Почему? Да потому что нормативы, как были, отвратительные, в том числе и по финансированию по ОМС, и по количеству койки на число граждан, все такое и остается. Поэтому строительство каждой новой центральной больницы приводит к сокращению таких же больниц на местах, в районах. И об этом нам министр заявил, что будут сокращения в районных центрах. У нас что? Есть избыток скорых помощи, у нас нормально работает санавиация, которая вообще, в принципе, не знаю, есть у нас в области или нет. Я что-то ее особо не видел. Чтобы у нас водить, нам сказали, что у нас даже специальных скорых помощи не будут давать в районы, потому что там нет специалистов. Мало того, мы сейчас оттуда уведем последних. У нас уже в фельдшерско-акушерских пунктах ни лекарства не предусмотрены, ни врачей не хватает на половину новых ФАПов, а мы будем оттуда убирать. Поэтому любое строительство сейчас какого-то нового центра перейдет к тому, что у нас в людей третьего сорта превращаются люди, которые живут в районных центрах, особенно в сельских районных центрах. И вот пока мы не изменим этот подход государственный, нормативный, любые наши потуги будут приводить к таким вот последствиям. Мало того, мы сокращаем при этом еще и 900 коек. Мы продолжаем сокращать 900 коек. И никто не скрывает, что в том числе инфекционные, мало того, терапевтические, эндокринные направления. Я специально спросил сразу у нескольких главврачей больницы. Ни в одной больнице терапевтические койки не пустовали. Существуют до сих пор очереди на то, чтобы люди могли пролечиться. Это терапия, это все внутренние органы, особенно в районных центрах. А мы говорим о том, что продолжаем сокращать 900 коек. Причем, при этом, при всем. Вы говорите, что у нас за 30 лет вы не смогли ничего сделать, и они устарели. Так кому это вопрос? Давайте, может быть, мы все-таки приведем в соответствии те койки, которые у нас есть в районных больницах, в других городах. И тогда все будет нормально. Приведем туда ИВЛы, приведем туда все это лабораторное оборудование, какое и было положено в них. Вы сравниваете с советским периодом 30 лет недавности, а сами сокращаете койки до такого уровня, что в 2022 году количество коек на численность населения будет как в 1913 году. Вы представляете, куда вы откатываете? Следующий вопрос. Вы сейчас планируете это финансировать за счет пожертвований, да не пожертвований это называется, в кризисной ситуации, когда и так нет ни у кого денег, вы их забираете у предпринимателей, у строителей, у Москвы якобы. А Москва у нас забирает. Так я вам скажу, это все все равно. Стоимость в стране создают только рабочие. Вот у них вы забираете. Из их зарплат, из той помощи, которую можно было им оказать, предприятиям и предпринимателям, вы их забираете. Скажите, пожалуйста, а зачем нам тогда вот это дерьмовое государство, которое не может больницы построить за свой счет, когда у нас люди могут умирать? Зачем оно нам нужно тогда? Вы накопили за счет народа, за счет тех рабочих, за счет пенсионеров, не выплат им, за счет увеличения пенсионного возраста, 13 триллионов фондов различного благосостояния, 45 триллионов золотовалютного резерва и сейчас еще включили печатный станок. Вы куда планируете-то? Это у нас что, в 60, я посчитал, в 60 раз беда еще хуже планируется, что ли, что вы сейчас экономите эти средства? Это к чему же вы готовите страну? А я вам скажу к чему. К выборам президента, к выборам Единой России, когда вам надо будет пиариться, вот тогда, да еще и к попилу олигархам семейным, которые потом эти деньги будут на различных родонациональных проектах пилить. Вот куда вы эти деньги планируете? Вот эти триллионы, которые вы вынули из экономики, обескровили ее, а сейчас даже в больницу не можете найти. Собираете по крохам, боитесь светную стоимость просчитать, потому что не знаете, хватит вам денег или нет. Вот это ваш подход. И с людей, с людей эти деньги забираете. Вот поэтому я назвал это государство дерьмовое, если оно не может себе позволить обеспечить, больницу построить в областном центре. И при этом еще сокращает нормативы. Нехватка врачей. Еще один вопрос. Вы говорите, что мы откроем, мы новые направления. Вы знаете, сколько готовится один квалифицированный врач? Мне говорят, вы не специалисты, что вы судите. Но я преподаватель, я знаю, для того, чтобы построить атомную электростанцию в городе Балакова, за 20 лет до этого открывали новые направления, готовили, начиная от сварщиков, кончая инженеров, атомщиков, бетонщиков и так далее. Открывали новые направления в вузах, открывали новые училища, готовились заранее, строили целые медсанчасти, строили целые микрорайоны. Здесь вы ни к чему не готовы. Вот шарахнуло. Извините, так место искать. Знаете, такая есть поговорка русская? Вот как клюнул петух, так побежали больницу строить к сентябрю месяцу. А до этого мы, зачем, вы скажите, мы сокращаем койко-места. У нас что, не предполагается, вы знаете, что сахарный диабет считает эпидемией 21 века, я специально посмотрел, это по данным ВОЗа. А вы сокращаете эндокринное направление, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания внутренних органов. Вы сокращаете, продолжаете терапию. Вы опять ждете, когда у нас начнется эпидемия? Когда нам говорила, вот с этой трибуны Мазина, так успокаивающе улыбаясь, министр здравоохранения области, о том, что нам роддома не нужны. Давайте, когда, помните, железнодорожный роддом мы предлагали оставить? Нет, нам сказали, не нужны. Так оказывается, нужны. Вы их перепрофилировали даже. Все роддома, чтобы там хоть кого-то успеть уложить, вылечить. Что же вы теперь-то будете перепрофилировать, если вы 900 коек сейчас закроете? Поэтому я еще раз говорю, эта больница, конечно, нужна. Но так, как вы это делаете, господа единороссы, господа правительства, особенно лицемерные, видимо, либо Путин лицемерит, когда говорит, что он будет, теперь надо врачей поднимать и так далее, либо на местах лицемерит, когда говорят, что они поддерживают это направление. К чему же вы готовитесь, когда сокращаете места, а при этом помпезно, якобы, строите лихорадочно больницы, которые уничтожат такие больницы? Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.